Мои респруденции, РСФСР. Теперь все они сброшены, совершенно... 105-я статья была. Какая она сейчас? 102-я. Я немножко знал это. Все по-другому. Говорили, это закон, без него никуда. А теперь в этих зданиях, стоит, руки так положил, ему кладут эти книги, во двор выносят и сжигают. Все кончилось. Всегда сходить надо с событий страшного суда. Что скажет Бог? То изреку и я. Излюбивая, правда, у Михея. Такому в рот не заползет змея. Не наносет он в уши ахинею. У меня стихотворение такое есть. Что скажет Бог? То изреку и я. Вот тогда это, судя Коня был такой, юрист. Там еще был один. Как-то судили, Саня, батюшка. У кого-то там что-то связано с деревьем было. И они не могли его простить. А он просто сказал, вы верующие? Да, верующие. На есть вы приходите, да. Сколько раз батюшка прощал? Ну, каждый раз. А вы, на самом деле, раз не можете простить. А на его стороне бумажки нету даже. И все согласились. И батюшка оправдывает. Много рассказов таких. Коней. Судят одного. А он судится богатым. Богатый и бедный. Ну, богатый сразу быка привел к судению. Бык встал поперек дороги. А этот взял булыжник один, завернул его в полотенце. Нет, нет, сидит, он над головой поднимет. Судят, раз увидел другой. А что у него может быть? Он в земле копается. И бывает, там вклад находят. Но когда кончилось, он давай в сторону бедняка. Ну, и где-то там за что боролись. Его. И сразу, так, чего тебе интересно? Он говорит, булыжник. Я показывал, если в ее сторону будешь, пойдешь мимо, я тебе башку прошиву. Он говорит, вот правильно рассудил. Уже ни день, ни голова моя открещала бы. Видишь как? Мы знаем вроде анекдотичного содержания. А это истинно так. Почему? Я много судился. Я сижу как-то в коридоре краевого суда один проходит. Лапкина, ну, уже это наши дела там юридические. Вы лучше нашего знаете. Ну, один суд только у меня шел 11 лет. 11 лет. И все, все, что у меня изъялись, правильно, правильно. Потом раз, неправильно. И заплатили 13 соток и два здания. В одном храм. А как? Бог. А Бог. Григорий Ефимович Распутин, когда собирался в город, ему сказали, хочешь развратиться? Езжай в город. А он говорит, а Бог. Вот и все. С Богом ты и в городе будешь тружеником. А корова бывает такая, легко дуется. А бывает трудно молоко выжить. Называется туго-сисия. Это сиськи. Отец наш увидел, стоят в очереди. Большая, так сказать, машина стоит. Молоко. И люди в очереди. Отец наш идет и говорит, корова туго-сисия. У соседей с овощенкой, ну маленькая такая, тяпкая. Ее чуть-чуть, она забегает в комнату и в подпол, как кошка. Отец наш позже приехал, я вон без руки-то, а она залавила. И хорошее дело. Отец говорит, вот половинка кирпича, я тебе как прощешу сейчас где-то. Да никто ее не укусит. И в этот день она укусила ребенка. Интересно. Она маленькая, но она собака. И в каждом деле надо смотреть. Даже если ни разу не было такого случая, а она рядом. Меня особенно поразило. Отец летает на больших этих самолетах. А сын знает, а сына берет бесплатно. Ну и сын все знает. А папа мне давал рулить самолетом, да. Ну и он хвастанул ученикам-то. А люди сидят еще нет. Отец вышел в туалет, а он в это время с авто, когда автоматически ведет прямо, снял и включил. И самолет пошел в пике. Вниз. Десяти тысяч метров. Только отец закричал там вот, сынок, что ты? И оборвался. И он набирал скорость, если скорость ударился, когда не могут найти даже трупов. Там яма какая. И все. А инструкция не разрешает никому быть в кабине. Ни сыну, ни брату, ни свату. И все. Не помолиться ничего нельзя. И он ничего не мог сделать. Отца откинуло и закончилось. И поэтому, ой, вы законник. Закон любите. Я захожу. У нас был один член общины. И он, тут есть, Вавилон называется, в Барнауле, большой магазин. Он там, о, ох, Игнатий, вы законник. Я говорю, давай договоримся. Отрицательный смысл законника обкладываешь. Я принял. Но ты, значит, не законник. Нет. А напротив, только одно беззаконник. И теперь ты меня так и приветствуй. Законник, Игнатий. А я буду всегда говорить. Ну, как жизнь твоя беззаконник, Игорь? Ну, ты сам напросился на это. Ты же не законник. Апостол Павел говорит. Зине, законнику привет. Закон – это хорошо, но надо им пользоваться правильно. Законник. Когда людям рассказываешь вот это, я вот считал, правда, считал просто реальность такая, которая в кочегарке, что это какая-то должность такая. И директор говорит раз, другой, вот уже батареи все размерзнутся. Ну, и уволил его. Он пошел, а вред сделал. Пришел к нему и выстрел в лесу. И директор совершенно без глаз. И жена сразу ушла, и директора сняли. Вот какая жизнь. Он сделал, что должно было сделать. Но от него никак не ожидал. Ну, какая-то мера существует. Недоволен или. Пришти, и в лесу высел. Там соли или что-то наложил, рядом живой остался. Вот на это, на все мы должны сказать, да будет воля твоя. Считай вот эти надписи. Вот такой столовой найти, да еще от руки написано. Я не знаю, много ли таких столовых в мировой практике. Вот такой вот. Куда ты в голову не поверни, все тебе, чтоб ты в район был. Вот представьте нас, съездили с Евсевьем, дарили, что уехало. И сразу скинуло. Видимо, доехало. У меня впечатление такое, что я из рая в ад нырнул. В ад львнул. Обстановка такая, мир и все. А почему? Без Бога. С Богом везде добро. Вот этот усишка. И вот дал, дал, все, что ты делаешь, Бог видит. Как ангела отгоняешь. И ты один похинутый. Дьявол крутит тобой, как хочешь. Надо верить, как Библия пропадает. И другого выхода нет нигде. Никакого. Ты умрешь. А я не умру. Я говорил там, кто где-то мальчишка там. А я не умру. И через несколько секунд спичка упал. Тут же, тут же сразу. Ну ладно, еще так. Пожилой остался. Все в жизни неверно и смерть лишь одна. Горна, неизменная горна. Она не забудет. Придет, приголубит. Обнимет, наденет свой брачный венец и жизненные сказки. Конец. Сологу. Платочек. Где у тебя платочек? Платочек. Все в жизни неверно и смерть лишь одна. Горна, неизменная. Платочком вытерю себя. Руки все... Руки со стола. Руки со стола. Руки со стола. Вы сейчас отходите. Вы куда-нибудь уже входит. Нас оставят по работе. Давай.